Приветствую всех на канале Program Fix у микрофона Nettley. В этом видео я расскажу вам про крутое дополнение от PixFlow под названием Motion Factory, с помощью которого мы получим готовые неоновые анимации текста для Adobe After Effects. Погнали! Перед началом нам нужно перейти по ссылке в закрепленном комментарии на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, как мы сделали все вышеперечисленное, открываем разархивированную нами папку. В открытом окне мы видим три папки и два txt файла. Первым делом мы копируем папку ComPixFlow и переходим в папку Extensions. В данную папку устанавливаются все плагины Adobe. Вставляем скопированную нами папку. Далее открываем Adobe After Effects. После того, как у нас открылся After Effects, мы создаем, либо же открываем любой проект, где хотим использовать данное дополнение. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы переходим в Window, Extensions, Motion Factory. Закрепляем его там, где вам угодно. Далее нажимаем Import. Выбираем Import Folder и переходим в разархивированную вами папку. Выбираем папку Cyberpunk Titles. Нажимаем ОК. Ну и вот наши тайтлы успешно добавились. Открываем их. И теперь я хочу быстро показать, какие типы тайтлов есть в данном дополнении. Теперь бы я хотел рассказать о том, как ими правильно пользоваться. Выбираем любой понравившийся вам тайтл. Я выберу тайтл из прошлого видео. Делаем двойной клик по понравившейся вам анимации. Далее уже в самом проекте у нас появляется папка с самой анимацией. Мы ее открываем и видим здесь композицию. Мы ее переносим на таймлайн. У нас создается композиция с нашим тайтлом. Далее мы можем успешно посмотреть то, что наша анимация добавилась. Теперь мы можем спокойно отредактировать данную анимацию. Для начала мы нажимаем на композицию с анимацией. В окне плагина у нас появляется настройка цвета, включение или отключение свечения, также интенсивность свечения и радиус. Первым делом я поменяю цвет. Также слегка уменьшу радиус свечения. Далее, чтобы изменить сам текст, мы раскрываем композицию с тайтлом. Нажимаем на показанные нам композиции. И у нас в окне плагина появляется изменение текста. Пишем здесь все, что вам угодно. И также с другим текстом. Ну и вот такой текст у меня получился. Теперь мы можем посмотреть то, что это полноценная анимация. И использовать ее там, где вам угодно. Я, например, использую эти анимации в Adobe Premiere Pro. Для этого мы открываем Adobe Premiere Pro. И уже в открытшемся Adobe Premiere Pro мы создаем, либо же выбираем проект, в котором будем использовать данный плагин. В открытшемся проекте мы переносим видео или же изображение на таймлайн. Далее нажимаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем Replace with After Effects Composition. Теперь мы переносим наш тайтл в эту композицию. И также мы можем отредактировать скорость данной анимации. Выбираем наш тайтл, перетягиваем его чуть-чуть левее и доходим до конца данной композиции. Зажимаем край композиции и переносим его левее. Тем самым мы уменьшаем анимацию. Далее сохраняем комбинацию клавиши Ctrl и S. Переходим в Adobe Premiere Pro и видим то, что наша анимация добавилась. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы конечно же поставите лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставляйте свои великолепные комментарии. Всем спасибо, всем пока.